По своему опыту теперь знаю, что отдыхать на Тенерифе лучше всего, взяв в аренду машину. Больше свободы, больше впечатлений. Можно и в горы съездить и на всех пляжах поваляться. Тем более, что аренда авто на Тенерифе это очень просто и дешево. В отличие от материковой Испании на Тенерифе гораздо проще арендовать автомобиль с автоматической коробкой. Кроме того, и получение и возврат прокатной машины здесь это совсем не трудно. Арендовать авто на Тенерифе легче, чем в США. На Тенерифе работают многие прокатные конторы. Кроме всем известных Avis, Sixt, Hertz, активны также европейские, Goldcare, Europecar и Dere. Я решил попробовать местную компанию Sicar, Canaryana Island's Car, ее цены понравились больше других и отзывы хорошие. Поэтому на примере этой конторы расскажу, как взять машину в прокат на Тенерифе и что следует учитывать. Аренда авто на Тенерифе в Сикар. Бронировал машину на сайте Сикара Сикар. Ком, если надо, на сайте есть даже русский язык. При бронировании указал имя, фамилию, номер своего российского водительского удостоверения. Номер банковской карточки не просили. Для первого раза я взял самую дешевую машину Opel Corza, автомат, на три дня. Была надежда, что будет как при аренде авто в США, заказываешь мелкую машину, выдают побольше. Не получилось, выдали то, что заказал на сайте. Машина была 2015 года, но в отличном состоянии. Сейчас читают, Алтея, 10 причин выбрать именно этот курорт для отдыха на море в Испании аренда авто на Тенерифе Южный. Я планировал прилететь в Южный аэропорт Тенерифе рейсом авиакомпании Раяния. Однако, немного беспокоило то, что я должен был прилететь в 24 часа, а офис Сикар работает до 23.00. Поэтому, перед тем, как забронировать машину, я написал в поддержку на сайте Сикар. В ответ мне объяснили, что если я прилетаю поздно, то нужно при бронировании машины указать в примечании номер своего рейса и тогда меня обязательно дождутся и передадут ключи и договор. Так и получилось. Причем, в некоторых конторах за позднюю аренду авто берут дополнительные деньги, в Сикар ничего не взяли. Получить машину оказалось очень просто, подошел к стойке Сикар, показал паспорт, сообщил свой адрес проживания на Тенерифе, телефон, подписал договор и получил ключи в конверте с номером парковочного места. Расплатился наличкой, 102 евро за 3 дня плюс 36 евро, залог за полный бак бензина, который возвращают, если вернуть полный бак. Никакого депозита не взяли, если бы брал на неделю, то сумма была бы 154 евро. Но мне машина нужна была только на 3 дня. Выйдя из аэропорта, нужно идти прямо на большую рентовочную стоянку, следуя по указателям Сикар. Находите машину на указанном парковочном месте и все, можно ехать. Ни с кем общаться больше не нужно. Сейчас читают, Испания или Таиланд, 16 за и против, если ехать самостоятельно возвращать машину, также просто приезжаем на ту же парковку в сектор Сикар, но оставляем машину там, где есть указатели ретерн кар. Забираем вещи, закрываем машину и идем в здание аэропорта в офис. Там просто возвращаем ключи сотруднику Сикар. Если возвращаете машину с полным баком, вам вернут деньги за бензин. Бензин я заливал на заправке Рипсол. Если честно, я даже не успел разобраться какой бензин нужен, парень-заправщик все сделал сам. Перед заправкой, оказывается, очень важно не просто выключить двигатель, но и вынуть ключ из гнезда зажигания. Заправлял машину из шланга с зеленой маркировкой. Полезные советы по аренде машины на Тенерифе. Дешевле брать машину на неделю, чем, например, на 6 дней. Если прилетаете поздно или в праздники, спешитесь сперва с офисом, где собираетесь брать в прокат авто. Либо хотя бы сообщите при бронировании в комментариях номер своего рейса. Имейте навигатор в смартфоне на Тенерифе есть очень непростые дорожные развязки. Без навигатора будет туго. В мелких прибрежных городках, типа Лос-Гигантес с бесплатными парковками трудно, так что ставьте машину на верхних, крайних улицах и отмечайте ее положение в навигаторе. Уходя, ничего не оставляйте в салоне авто. Если использовали все горючее, то сдавая машину, смысла заправляться нет, выгоднее не будет. Ваш топливный залог вам не вернут, но эта сумма будет такой же, как если вы заправите полный бак. При парковке на склонах всегда ставьте машину на ручник. Если после пребывания на Тенерифе, вы собираетесь уехать на пароме на остров Гран-Канария, то при бронировании машины укажите офис возврата, порт Санта-Круз до Тенериф сейчас читают, Гранада, Испания, как добраться и что посмотри к сожалению, не всегда у этой компании бывают низкие цены, поэтому, прежде чем забронировать, рекомендую сперва сравнить цены в поиске низких цен, бывает, что на тот же авто экономия составляет до 50%. На арендованной машине мы отправились по интересному авто маршруту вокруг Тенерифа, там много красивых мест, обязательно прокатитесь. Если планировать самостоятельный маршрут не хочется, то подключайте местных русскоговорящих гидов. Так вы сможете получить первое представление о Тенерифе и наметить места для своих первых самостоятельных автопутешествий. Удачных автопрогулок по Тенерифе!